Вечно благодарен Богу за общение с вами здесь, хотя я так больше со стороны слушаю, наблюдаю, наслаждаюсь атмосферой вашего общения, приятной атмосферы, сердечной, назидательной. У вас очень хорошая тема, помни, Создатели, в дни юности твоей. Друзья, я хотел бы с вами несколько порассуждать. Небольшое будет мое слово, хочу вас успокоить, что долго я задерживать не стану. Я хочу немножко поговорить о наболевшем и думаю, что вы меня поймете. Слушая ваши рассуждения, я подумал о том, что для каждого возраста есть соответствующие темы. Ну, допустим, я увидел, как просветлели ваши лица, когда тема о браке снова стала озвучиваться. В общем, стало интересно. Это присуще вашему возрасту. Может быть, то, о чем буду я говорить, может быть, будет даже не для вашего возраста, может быть, больше меня уже, моего возраста касается. Я хотел поговорить о депрессии. Не знаю, уместно ли это будет и будет ли это вам интересно, но я хотел бы об этом порассуждать. Дело в том, что чем старше становлюсь и общаясь с народом Божьим, да и с молодежью тоже общаясь, я увидел, друзья мои, что преследует нас, как, знаете, некий бич такой, вот христиан именно. Это уныние большое, затяжное состояние подавленности или, как называется сейчас, депрессия. И, в общем, ну, конечно же, знаю, что и служители обращают на это внимание, стараются понять, почему так происходит с христианами, что случается с верующим человеком, что, в общем, он становится не рад жизни, не рад тому, что его радовало раньше, не рад церкви и, в общем-то, не рад самому себе. Он начинает себя ненавидеть, вот, и хочется, чтобы, ну, что-то даже с ним произошло, вот, лишь бы как-то разорвать вот эту цепь, которая его удручает, тянется эта цепь. Друзья мои, я прочту текст Писания и немного остановлю ваше внимание на рассуждении, хотя скажу, что полноценного ответа на причину и больше даже на то, что делать, когда, допустим, вот депрессия, ответа вряд ли получится, потому что она у каждого своя, я бы так сказал, эта депрессия, она у каждого своя, потому что каждый человек, он индивидуален, у каждого человека есть свой внутренний мир, и в его внутренний мир вошла какая-то ошибка, и не одна, быть может. В его внутреннем мире произошло какое-то искажение, которое он не понимает. Возможно, что он это искажение понимает за реальность некую, и, в общем-то, это все начинает портить в его естестве, в его психике, и получается так, что человек, на удивление самому себе, он, в общем-то, уже становится просто отстраненным от жизни, не радует его уже ничего. Вот ваша тема «Помни Создателя в дни юности», она отсылает нас к мышлению человека. Ну, память эта связана с мышлением, да ведь? «Помни Создателя в дни юности», и в послании к евреям написано так, «Помыслите о претерпевшем», да, над собой такое поругание от грешников, ну, и далее сказано, «Чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Значит, мышление наше, мышление человека, оно, ну, очень влияет на жизнь самого человека, на состояние его души, изнеможет его душа или не изнеможет, друзья мои, зависит не от того даже, любит тебя или не любит вокруг, а от того, о чем ты или о ком думаешь. И вот область наших мыслей – это одна из сфер, которая подрывает комфорт души и приводит к депрессии. Но это не основная причина. Есть причина, связанная с физиологией человека, это возрастные изменения, гормональные изменения, это тоже накладывает, ну, так сказать, свой отпечаток. Вот. И есть, конечно же, причина духовная. Вот. Ну, мы сегодня остановим наше внимание только на образе нашего мышления, которое тоже приводит человека к депрессии, к депрессивному состоянию. Хочу оговориться, прежде чем текст Писания прочитаю, хочу оговориться, что не всякое, ну, не всякое состояние подавленное нужно называть депрессией. Это слово стало распространенным. И иногда, ну, человек, так сказать, каприз свой или какое-то уныние возрастное, вот, ну, немножко выдает себя как депрессия, начинает лекарства употреблять, что не надо бы, конечно, не надо было в том случае. Вот. Ну, и человек, в общем-то, усугубляется, верит в свою депрессивность, и получается плохо. А бывает иногда все гораздо проще с человеком. Ну, вот помнится, одна девочка сидит и плачет. Вот. Просто плачет, сидит. Ну, у нее интересуются, говорят, что, ну, из-за чего ты плачешь, что тебя, тебя кто-то обидел? Она говорит, вы не понимаете, женщине иногда хочется поплакать. Вот. Возможно, что это тоже есть. Видимо, здесь есть мужская депрессия и есть женская депрессия. Похоже, что инструменты тоже будут немножко разные. Но я скажу общие принципы. Общие принципы, что говорит Писание, что у нас внутри, в душе нашей, в нашем мышлении, что должно быть, какой порядок должен быть выстраиваемый. Послание к кремлинам, 10 глава, 6 по 8 стих я прочту. Ну, и просто немножко прокомментирую. И вам станет понятно. Оказывается, Писание много говорит и говорит очень понятно о нашем мышлении, о нашем образе мыслей. Я читаю. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Друзья, на первый взгляд, кажется, ну вообще никак не относятся к нашей душе. Да что здесь о депрессии говорится? Друзья, а в общем-то говорится. Говорится о том, что человек не должен говорить. И написано о том, что должно говорить. Вот смотрите, написано так. Не говори в сердце твоем. Вот можно даже пальчики себе так загибать. Не говори в сердце твоем. Есть вещи, которые в сердце своем говорить нельзя. Ну или мы бы сказали так, думать об этом нельзя. Есть. Не говори в сердце твоем. Дальше. Что должно говорить? Что должно звучать? Что? Написано праведность от веры. Так говорит. Она говорит праведность от веры. Не всякая праведность, не в целом вообще хорошесть какая-то. Праведность от веры о чем-то говорит. И еще сказано. Но что говорит Писание? Значит, Писание тоже о чем-то говорит. И вот, друзья мои, вот выстраивается такой порядок. Что-то не должно в нас говорить, а что-то должно говорить. Что не должно говорить? Ну, исключая многие подробности вот по этому тексту, только по этому тексту. Не говори в сердце твоем. Друзья, вот что здесь сказано? Что нельзя говорить в своем сердце? Для, ну, иногда для читающих Евангелий не совсем понятно, что здесь сказано. Написано так. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. Ну, странный вопрос, да? Для чего взойти на небо? Ну, чтобы Христа свести. То есть, вот так не говори в своем сердце, кто бы на небо взошел, чтобы Христа оттуда привести на землю. Почему? Потому что это свершившийся факт. Христос уже пришел, и ты об этом не рассуждая, не говори, что спасение твое должно еще как-то совершиться. Это уже сделано. Или, что ни говори, кто сойдет в бездну? Для чего? Христа из мертвых возвести. То есть, тоже об этом не надо рассуждать, потому что Христос уже воскрес из мертвых. Вот, в общем, эти вопросы необсуждаемы. Об этом думать уже не надо. Об этом думать не надо. Друзья, ну, я хотел бы сказать, что не только из этого... Это все очень просто. Действительно, думаю, никто из нас не рассуждает. Ну, как бы вот, кто бы за меня пролитие крови совершил? Кто бы вот воскрес для моего оправдания? Мы, в общем-то, верим в это, да? Ведь мы уже с вами верим. Мы верим. Но дело в том, что мышление и жизнь человека, она именно такова, что он существует в своем мире, как будто бы этого ничего Христом еще не сделано. Как будто бы нет ни спасения, ни воскресения из мертвых. Как будто бы этого ничего еще нет. И его, вот, область мысли как бы опустошена в этом отношении. Ему кажется, что, ну, в его спасении что-то должно сделаться, что-то еще должно сделаться. Поэтому не говори в сердце твоем. Далее. Ну, и уже это было отмечено. Праведность от веры нечто говорит. И говорит еще о чем-то Писании. Друзья мои, вот, мышление человека очень резко поменялось в Эдемском саду. И я хочу обратить внимание, друзья, вот кто внимательно читал Библию. Кто внимательно читал Библию. Сейчас сосредоточьтесь и дайте ответ. Когда змей сказал жене, змей сказал жене, подлинный ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. Человек тогда уже был грешен или еще нет? Не был, да, ведь? Еще они не вкусили. Это говорит о чем? Что значит человек без греха, который, он может испытывать искушение, предложение сделать грех. Змей заговорил с человеком совершенным, человеком, который еще без греха. Далее продолжаем. Она говорит, нет, что, мы можем есть, вот только вот так вот это вот не ешьте. Он говорит, нет, не умрете, змей говорит, не умрете. В день, который вкусите, значит, вот откроются глаза ваши, будете как боги, знающие добро и зло. Он ей так ответил. И написано, жена увидела, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания. Как вы считаете, она уже грешная или еще нет? Друзья мои, как вы считаете, она уже грешная или еще нет? Грех вошел в нее или еще нет? А? Вошел. Вошел? Кто внимательно читал Писание? Когда она съела плод? До этих мыслей или после этих мыслей? Она съела после этих мыслей. Обратите внимание, она еще не вкусила запретный плод, но стала уже думать, думать о том, о чем нельзя думать. Она на это стала смотреть с иной точки зрения. И, в общем-то, весь искус заключается именно в этом, друзья мои, чтобы человека подвигнуть к тому, чтобы он на какой-то вопрос, понятный, простой, очень конкретный вопрос, начал смотреть с иной точки зрения. Вот толкнуть его, подвигнуть на это. И она, смотря уже на дерево, она уже рассуждает, что, кстати, грех еще не вошел в нее. Вот это, как бы, период свободомыслия, вот как раз очень прослеживается в человеке. Она стала рассуждать, что, в общем-то, здесь ничего опасного нет, запретного нет. А почему нельзя? Да? Вопрос. А почему братья не разрешают, например? Ну, или еще что-то в этой сфере. Еще и греха не сделано, как таковой, вот у Евы, у жены. Еще не сделано. Но она стала с иной точки зрения смотреть на озвученный предмет, о котором Бог сказал. Бог сказал и больше не комментировал. И снова еще не повторял. Он сказал это один раз. А она с иной точки зрения посмотрела. Вот на это подвигнул как раз змей, жену, чтобы она на это иначе посмотрела, иначе подумала. Друзья, вот эта способность человека, или как даже не способность, а свойство его, свойство его, вот говорить в сердце своем, обдумывать то, что конкретно Богом сказано, но с иной точки зрения на это смотреть, вот это человека сопровождает и до сегодняшнего дня. И верующего, и неверующего. Друзья мои, в верующем человеке тоже нарушается гармония. Гармония нарушается. И, к сожалению, бывает так, бывает так, когда, ну, христианин, он, ну, попадает в печальное положение. Но распутать и понять, где же он в области своей мысли, вот допустил уклонение от очевидной истины, бывает человеку сложно это понять. Человек больше жалуется на последствия своего состояния, на последствия, которые приводят, привели вот в удручение. Как ему плохо, как вот, допустим, нету сна у человека, или тяжелые очень мысли, или навязчивые мысли потом приходят. Вот безрадостность такая, или просто агрессия, ненависть, вот нелюбовность такая. И вот он на это жалуется, и, ну, хочется вылечить, так сказать, вот эти больные места. Но, друзья мои, все началось ведь не с этого у человека. Не с этого началось. Не с этого началось, что вдруг он проснулся, и у него необъяснимая агрессия, или ненависть к жизни, или вот какое-то, допустим, ну, как, ну, какое-то зло делать. Оно ведь не с этого началось. Началось с уклонения, как с какой-то очевидной истины, от какой-то очевидной истины. И вспомнить, и откуда не спал. Принять это, понять это, вот для этого сложно бывает человеку. Вот в этом сложность этого вопроса, друзья мои. Одна из сложностей этого вопроса. Потому что все уходит в глубину нашего мышления. Далее. Праведность от веры так говорит. Смотрите, вот надо чему-то дать место, чтобы в нас, ну, звучало. Если, например, человеку надо примолкнуть, да, не говори в сердце твоем, и это я сам с собой должен сделать, то надо чему-то дать место, чтобы звучало, чтобы говорило. И сказано так, праведность от веры говорит. Друзья мои, праведность от веры действительно говорит. Действительно говорит. Только не нужно мешать это со своими мыслями, допустим, как-то вот запутываться в этом. Бывает все гораздо проще и понятнее человеку. Вот, ну, из школьной программы вы знаете, друзья, да, что, вот, например, через одну точку, нарисуйте вот одну точку на доске, на доске, ну, так вот для себя просто, вот, точка. Через эту точку можно привести бесчисленное число прямых линий. Обратите внимание. Бесчисленное число. Вы можете этот под таким градусом или чуть иначе, и они все будут проходить через точку, но все они разные, все они направляются в разную сторону. А через две точки сколько можно провести линий? Только одну. Только одну. И вот праведность от веры, друзья мои, она не предоставляет человеку возможность, знаете, вот жить только так, как тебе подсказывает твое сердце. Это, знаете, очень такой разнообразный, так сказать, вот разнообразные варианты нашего хождения. У одного сердца так подсказывает, у другого иначе чуть подсказывает. Это как через одну точку можно столько линий провести, они, кажется, все прямые. Все вроде бы логически, все объясняемо. Кажется, вот своя есть правда какая-то, но она в кривь, и не туда, и не в цель, и все куда-то мимо, друзья мои. Но праведность от веры, она выравнивает мышление человека и показывает, как правильно должно быть. Вот в книге Нееме есть такое, ну вот как бы мимоходом даже сказанное слово. Нееме про себя говорит, Нееме говорит. Значит, он говорит, что народу тяжело во время, когда они восстанавливали стены Иерусалима. Тяжелая служба лежала на плечах народа, тяжелое бремя, материально было трудно народу жить. И он хлеба областеначальнического не ел, так он говорит, Нееме. Он говорит, я не делал так по страху Божьему. Смотрите, как... А прочие областеначальники, они брали с народа. Вот, они, в общем-то, брали. Ну, если так посмотреть по закону, то, в общем-то, они и не были неправы, те прочие областеначальники прежде него. Они брали плату за свою работу. Ну, а что в этом такого? Кажется, все оправдано и даже позволялось. Это была их доля. Но он по страху Божьему делал все по-другому. Не брал. Не брал. Так вот, друзья, правильность от веры, она человека корректирует. Если присутствие страха Божьего есть, присутствие страха Божьего есть, она выравнивает поведение человека, и человек будет делать что-то или не делать что-то именно в связи с учетом страха Божьего. Это как вторая точка. И только вот так получится, и все. Потому что так по страху Божьему. Друзья, если, например, я теряюсь и не знаю, вот можно это делать, не можно это делать, то это говорит о том, что второй точке у меня пока не поставлена. Она должна быть поставлена. Нередко даже советуют так, допустим, ну, подросткам говорят. Вот ты представь, вот Иисус Христос делал бы так или не делал? Ну, в каком-то вопросе, на который ты не знаешь ответа. Вот Христос бы делал так или нет? И вот, кажется, раз уже вторая точка ставится, и ты ставишь, и смотришь, нет, Христос бы так не делал. Но ведь другие сверстники делают, и братья, может быть, ничего не говорят. Ну, вроде бы делай тоже. Но как только представишь, Христос бы так делал, не делал. Праведность от веры так говорит, она сразу становится понятна. Ну, не делал бы так Христос, не делал бы. Друзья мои, поэтому вот этому надо дать место в своем сердце, чтобы это говорило. Я вам скажу, что, ну, и вы сами понимаете, что не все ведь написано в Библии, да? Ну, не все детали нашего христианского, ну, так, хождения описаны в Библии. Мы встречаем немало вопросов, где, ну, как библейски обосновать то или другое, почему нельзя вот это, почему практикуется в нашем братстве вот какой-то элемент. Почему именно так? Где написано? Друзья мои, Библия учит нас Божьему страху. Она прививает нам праведность от веры. И как только праведность от веры занимает должное положение в моем мышлении, сразу выводится правильная линия. Я сразу понимаю, не надо так делать. Почему? Богу не угодно и все. Хотя, быть может, спроси меня догматически объяснить, почему именно нельзя. Даже и не сможешь объяснить, но я точно чувствую и понимаю, что не благоволит Господь. Потому что учитывается Божий страх. Праведность от веры. И следующий элемент, о котором здесь сказано, что говорит Писание. Обратите внимание, что говорит Писание. Ну вот, допустим, знакомый для нас случай, когда со Христом дискуссия была у саддукеев. Они отвергали воскресение, отвергали ангелов, духов. В общем-то, у них своя была такая вера. Хотя они были израильтяне. Вот, это было такое направление, такой веры. И когда Христос, в общем-то, им сказал, что заблуждаетесь, не зная Писания. Друзья мои, Писание нужно читать. Писание нужно любить. Писание нужно читать. Нужно читать. И если даже мне не хочется читать, Писание нужно читать. Плохо, когда человек слишком в расчет много берет свое эмоциональное состояние. Хочу читать. Вот есть вдохновение, буду читать. Или есть вдохновение, буду молиться. Или есть желание, буду идти на собрание. Друзья мои, так христианину жить нельзя. Нельзя. Это вот как вот расслабить своего внутреннего человека и жить только таким, знаете, мироощущением, когда ко мне приходило бы особое подтверждение. Вот, что читать Библию, что у меня желание такое к этому всегда будет. Оно может и не быть. Оно может и не быть. Но я, как человек, принявший ответственность за свой путь, давший обещание Богу доброй совести, если я принял крещение, независимо от того, как я себя чувствую, независимо от того, есть ли у меня вдохновение к духовной жизни или к святости, или этого вдохновения нет, я должен быть верным человеком. Я должен Писание читать. Я должен его читать. Я должен знать Писание, что говорит Писание. И вот, друзья, один из таких, ну, одна из грани, быть может, вот проблем, которые, ну, постигает христиан, вот, это, ну, возвращаясь к этой теме, о внутреннем расстройстве, о депрессии, которую, называемая, она в разной степени может быть, эта депрессия, вот, именно как раз, ну, неправильно поставлена в мышлении нашем. Поэтому я очень-очень рад вот этому призыву, вот так вот через эту тему от братьев. Помни, Создателя, ты вот это в уме держи. По мысли об Иисусе Христе, о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, мы можем сказать, ну, а что толку я, ну, по мыслию и все. Но в послании к евреям сказано, какое последствие на душу это оказывает, это же мысль всего, это мышление, но чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Смотрите на душу, какое благотворное влияние распространяется, когда человек правильно начинает мыслить. Ну, и как все начинает разрушаться, даже достигнутое, доброе, вроде бы уже в чем-то преуспел, начинает сыпаться у человека, потому что неправильно начинает думать. Думает больше о себе или о своих достижениях, или о своих недостатках. Он, может быть, думает, что это освящение так некое происходит. На самом деле это не так. Освящение в отрыве от Христа, оно не происходит, друзья мои. Не происходит. Как только человек замыкается в самом себе, даже думает о своих проблемах или о своих ошибках, он начинает в этом тонуть, ввязнуть, а потом и не справляется даже с тем, с чем раньше справлялся. Вот так, к сожалению, бывает. Ну, указывает Господь нам путь простой, и я хотел бы, чтобы, если кто-то чувствует, что в своей христианской жизни начал немножко шататься, вот, что, кажется, скользить уже начал, что-то не получается, собой не рад. Друзья мои, все не так сложно и не так плохо, как вам может казаться. Только надо, чтобы в тебе что-то замолчало, и что-то в тебе же говорило. Дайте этому месту, и тогда все будет хорошо. Пусть Господь всех благословит. Я свое слово сказал. Аминь. Аминь.